Здравствуйте, в эфире телеканал Вайтон ТВ, программа с большой буквы. Сегодня веду её я, Александр Гурорье. Со мной в студии Цви Маген, в прошлом чрезвычайный, простите, полномочный посол государства Израиля в Украине и России, офицер военной разведки, старший научный сотрудник Института национальной безопасности. Цви, здравствуйте. Здравствуйте. Цви, я бы хотел поговорить с вами о взаимоотношениях России и Израиля и о грядущем, который буквально завтра произойдёт, визит нашего премьер-министра в Москву. Не кажется ли вам, что он немножечко зачастил? Ну, это смотря как смотреть, как говорят. Если просто так в гости, то, наверное, зачастил, но просто так в гости на таком уровне, по-моему, не принято. Кто-то должен согласиться принять, если ему очень хочется, значит, должна быть веская причина. Очень простил или… То есть, любовь должна быть взаимной? Должна быть взаимной. В этом контексте отдельно, как говорится, вопрос о отношениях, двухсторонних отношениях. Я отдельно вопрос, почему вдруг понадобилось срочно ехать, есть разные мнения. Сколько там, за четыре дня до выборов, да? В конце концов, нет, да, 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 но когда он вернётся, это будет четыре дня, да, это пять дней. Отношения у нас, я бы сказал, непростые, российско-израильские отношения, хотя позитивно, в конце концов, можно, позитивно их назвать, да. Но есть разные периоды, разные процессы, разные рычаги давления, так что они меняются. Меняются в отношении интенсивности, меняются в отношении точек зрения и так далее. Например, до недавнего времени было несколько месяцев охлаждения, очень серьёзное охлаждение. Ну да, якобы из-за самолёта, на самом деле это, вернее всего, хуже, это сложнее, но это продолжалось около трёх месяцев, потом пошло на спад, была резко сменена внешняя политика по отношению к Израилю, хотя они все ею довольны, это я позитивно могу сказать. И в России идёт непростой спор, я бы даже сказал, насчёт отношений России с Израилем. Так что, если говорить о отношениях, о российско-израильских отношениях, нужно учесть, кто в них участвует и какие мнения там бытуют по этому вопросу, и они неоднозначные. А спор, простите, это МИД и Министерство обороны, или Кремль МИД, или Кремль Министерства обороны? Это Кремль, вероятнее всего, Министерство обороны, и если только они, по-моему, это чуть шире, но в какой-то мере Кремль имеет своё отдельное мнение. То есть силовики. И да, силовики, хотя МИД тоже не слишком там балует Израиль своим, так сказать, вниманием, но в принципе есть различия во мнениях. Это мнение основывается не просто на любви или нелюбви, скажем, к народу, обытающему здесь. Это не в том смысле, а в смысле, конечно, других вопросов, касающихся региональных разборов, касающихся интересов России, исторически уже говоря. В регионе и в этом контексте есть разные мнения. Есть, которые считают, что Израиль больше или меньше мешает, есть, которые считают, что Израиль нужен и необходим по разным соображениям. Израиль не простое государство для России, вообще для любого, который играет на этом поле, в этом регионе. Потому что Израиль регионально военно и во всех других отношениях тоже держал, и практически очень мало процессов в регионе могут обойтись без оглядки на Израиль и его интересы. Вы знаете, вот слово в слово точно так же сформулировал две недели назад посол Российской Федерации в государстве Израиль, который сидел вот на этом же самом месте, на котором сидите вы. То есть он сказал абсолютно так же, что мы понимаем, что Израиль это оригинальная держава, без которой не решается ни один вопрос на Ближнем Востоке. Я был мягче, не сказал мне этот вопрос, но я сказал с оглядкой на Израиль. Да, но это одно и то же. В том плане, что, например, если то или иное государство, тайная держава, намеренно, скажем, быть задействована в разборках в разных странах региона, например, в Сирии, то есть вероятнее всего следует учесть израильскую позицию, которая может помешать или пособить, или может много чего сделать в этом регионе. Так что, учитывая это, это не просто двухсторонние отношения, это отношение, так сказать, к процессам в регионе, с одной стороны. Что же касается последнего развития событий, то хочу напомнить, что несколько дней, недель назад, три недели назад, вероятнее всего, Натанила был с визитом в Москве. До этого было несколько других визитов в Москву, и Москва тоже достаточно активно вела себя в регионе, в мировом пространстве, в внешней политике. И все только в какой-то мере, вероятнее всего, увязывается. Тот визит в Москву кончился какими-то договоренностями, которые мы не до конца знаем, но они очень позитивно выглядят. В том плане, что Израиль и Россия задействуют совместную комиссию для будущего устройства, для будущего порядка, то, что называется, в Сирии. И к этому будут привлечены другие государства, и достаточно однозначно сказано, что все другие или чужие вооруженные силы будут уведены из Сирии и так далее, и так далее. И чтем это. Едем дальше. Неделю назад Натанила поехал в другое государство Соединенных Штатов. И встречался с другим президентом, тоже лидером державы. И тоже с ним имел определенные переговоры. Обходя стороной вопрос, касающийся Голландских высот, которые там тоже были представлены, вероятнее всего, были еще несколько вопросов. И вернувшись в Израиль, несколько дней после этого, вдруг собирается ходить в Москву. Необязать все эти три визита вместе практически невозможно. То есть, получается, я позволю себе проявить солдатскую смекалку. То есть, вы хотите сказать, что наш премьер-министр, премьер-министр Израиля, выполняет своеобразную функцию связи или посредника между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые как бы напрямую у них затруднительное общение по целому ряду факторов. Не исключаю, что он был, взял на себя или предложили ему роль посредника, но он тоже игрок на этом поле. Поэтому тут трехсторонняя игра. И вопросы, касающиеся тех двух других глобальных игроков, так или иначе, затрагивают интересы третьего игрока Израиля. Поэтому в этом контексте это что-то крупнее или круче. Я бы сказал примерно так. Если он был в Соединенных Штатах и возвращается в Москву, то вероятнее всего у него есть послание президенту Путину. Значит, он что-то предложил, он или через непосредственно у него предложили что-то. То есть, в тот раз Путин что-то через него передал. Кто-то, кто-то предложил посредством его визита или какую-то позицию, которая была обсуждена в Соединенных Штатах, теперь он возвращается с определенным или ответом, или с предложением. Вероятнее всего так оно и есть. За неделю, меньше чем за неделю до выборов, просто так Натаньяу, по-моему, любой другой, тем более Натаньяу бы не поехал в очередную. Ну да, ему есть достаточно что делать дома. Если он едет туда, то он вероятнее всего рассчитывает, что это стоимое решение, поэтому он вероятнее всего ощущает, что вернется с каким-то успехом, который можно будет раскрутить на выборах. Но не это имелось в виду ни в Москве, ни в Вашингтоне. У них свои головные боли, как говорят, они решают другие вопросы. То есть он какой-то вброс сделает по возвращению из Москвы, он невольно, просто обязан сделать какое-то заявление, предъявить какие-то карты для того, чтобы сыграть перед выборами. Ну а теперь, если это действительно так, можно спросить следующий вопрос, а что, собственно говоря, имелось в виду, что могла Москва попросить у Соединенных Штатов, или о чем мог, что мог обсудить Натаньяус с обоими лидерами этих держав? Я позволю себе маленькую ремарку, перед тем, как Вы ответите на этот вопрос. Ситуация складывается, да, которую Вы сам себе задаете, да и мы задаем. Ситуация складывается достаточно интересно. Последние несколько лет у России сложились очень напряженные отношения практически со всеми странами Запада. И, в общем-то, Израиль, пожалуй, единственная страна, которая поддерживает с Россией нормальные отношения, если не считать инцидента с самолетом. Да, но, тем не менее, получается, что Путину особо и некому обратиться для того, чтобы выступать в роли посредников. Я бы не заходил так далеко. Если необходимо что-то у кого-то попросить, то, по-моему, нашлось бы достаточно много кандидатов. Тут имеется в виду вопросы, которые, вероятно, все непосредственно касаются Израиля. Ближнего Востока. Ближнего Востока, в частности, Израиль. Очевидно, Сирия тоже. Поэтому вот следующий вопрос, а что, собственно говоря, можно там обсуждать? Ну, у России в основном два интересующих ее вопроса. Естественно, Сирия. Но это не основное, а Сирия уже там, они уже там. Так в чем дело, какая проблема в Сирии? С Сирией проблем нет, хотя Россия теперь пошла на мировую, как говорится, и предложила Израилю сотрудничество, вероятнее всего. То же сотрудничество предлагается и Соединенным Штатам подключиться к этому союзу или к этому комитету, если хотите, и поучаствовать в нем, потом подсобить, потом в будущем в организации мирной Сирии и так далее. Значит, оплатить в какой-то мере, вероятнее всего. Но это... Тем самым оттеснить немножко Иран и Турция. Ну, само собой. Цена – это Иран. Иран в любом случае вытесняется из Сирии. Израиль с Россией это делают, но участие Соединенных Штатов не было гарантировано. Сейчас, может быть, оно и есть гарантировано. Так что это отдельный вопрос. До Соединенных Штатов Россия наводила контакты по этому вопросу, вероятнее всего, с другими странами региона. Я, напоминаю, визит Лаврова в страны Залива и какие-то там договоренности, вряд ли всего, пригласил их поучаствовать в этом процессе. И не исключаю, что достаточно позитивно, хотя очень может быть с оглядкой на Соединенные Штаты. Поэтому следует увязать весь этот комплекс, да или нет, продолжается этот процесс при участии или при поддержке, или при сочувствии, если хотите, Соединенных Штатов. Это один вопрос. Второй вопрос, естественно, интерес России, в возобновлении диалога с Западом. Это следует учесть. Не просто неплохие отношения, нет у ее диалога. Запад с ней не разговаривает. И было несколько контактов, были попытки возобновить диалог, но в принципе проблема заключается в том, что Россия просит за возобновление диалога, или просит вообще диалог по вопросу санкций экономических и политических, между прочим, санкций по отношению к России. И Запад отказывается обсуждать этот вопрос, пока Россия, во-первых, не уйдет из Крыма и не остановит агрессию в Украине, как они считают, что происходит, и перестанет угрожать соседям, и все, что вокруг этого комплекса вопросов, и тогда можно будет начать переговоры. Значит, что раньше? Россия, естественно, на это не пойдет, не идет пока. И поэтому вопрос, а что, собственно говоря, можно предложить, не исключено, что и Россия предлагала несколько раз именно иранский вопрос. Она предлагала с Украинцами дважды, насколько я понимаю, вытеснить Иран из Сирии, взамен или санкции по... А вообще санкции по Украине, это общие санкции, или санкции по отношению к Ирану, которые можно потом разыграть, раскрутить какую-то, как-то в свою пользу. То есть Россия для Ирана, в общем-то, тоже является своеобразным мостиком, поскольку через него он может и нейтрализовать. Ирану что-то нужно дать взамен его ухода, или так, да, так рассветверждают. В любом случае, эти два предложения, насколько я знаю, были отвергнуты, так что этот интерес имеется, так что не исключено, что этот вопрос тоже затрагивается, начало какого-то диалога. И третье основное, по-моему, основное, это и, я хочу напомнить о понятии сделки века, что называется. Сделка века, это якобы существующая программа Соединенных Штатов по отношению к урегулированию всеобъемлющему израильско-палестинскому направлению, и не только, по-моему, региональному. И это, насколько это серьезно, сейчас разберемся. Россия в этом очень, почему-то, хочет участвовать, и Россия предпринимала несколько попыток задействовать палестинское направление самостоятельно. За неделю до визита Натаниева в Москву, там были все представители палестинских фракций, и обслуживались эти вопросы, и сотрудничество с Москвой, по-моему, не получилось, но это не впервой. Но они все переругались там, это было предсказуемо. Но дело, тут не в этом, акцент не на этом, а акцент в направлении, скажем, интересов России. Россия заинтересована быть участником этого процесса, это и нужно. По ее соображениям, держава, которая хочет присутствовать в регионе, которая хочет иметь... Ну даже без нее не могут решаться эти проблемы, эти сверхдержавы. Но они на данный момент решаются без нее. Теперь, со стороны Москвы этот процесс выглядит очень серьезным. В виде примера привожу. Американцы уже оплатили часть этого процесса. Иначе нет объяснения ни Иерусалиму, ни голландским высотам. Это оплата Израилю. То есть вы имеете в виду, что жесты, которые делал президент Трамп относительно Израиля, то есть перевод посольства в Иерусалим, и признание голландских высот, это уже как бы ваучер, предоплата за этот... Это не подарок. Это оплата. За израильскую позицию, за договоренность, за будущую договоренность и так далее, и так далее, израильские... За будущее согласие. Согласие уже, наверное, было. Но есть сомнения, нет ярко выраженного израильского интереса идти, так сказать, на... Или сдаваться по всем пунктам, скажем, этой программы. Но плата, предоплата была произведена, и Израиль в какой-то мере уже там. Придется отвечать. Да, я сейчас... Но я сейчас не со стороны Израиля, а рассматриваю со стороны Москвы. Значит, если американцы уже это сделали, значит, они серьезно намерены решать эту сделку. Она находится уже в розыгрыше, она уже работает. А мы, и россияне, вне этой сделки. Значит, это срочно уже нужно как-то решать. И поэтому теперь так все увязывается. А россияне просят быть участниками этого процесса. Это региональный процесс, в котором участвуют все государства, сомнительские государства, к которым американцы обратились и два года с ними. Сначала, скажем, президентство Трампа работали с ними по реализации этой сделки. Она, в конце концов, вероятнее всего, готова. Это и есть часть этой сделки, насколько мы понимаем. И в этом контексте Россия хотела бы участвовать, и они принимают. Поэтому очень может быть, что теперь все эти три комплекса вопросов были так или иначе обсуждены в разных этих трех столицах. И, вероятнее всего, Натаньяо что-то там везет от Трампа по этим вопросам. Или участие в той или иной мере России в региональном процессе, или в какой-то мере согласие на начало диалога, или это и будет началом диалога, и участие, естественно, если это так, в сирийском процессе урегулирования послевоенных решений, и в этом контексте не исключено, что это будет достигнуто. Если это так, то, в конце концов, Натаньяо возвращается в Израиль в позе победителя, потому что он тот, который сумел в какой-то мере задействовать, так это будет выглядеть, задействовать региональный, комплексный региональный процесс с участием двух держав. И он как... А участие двух держав, в общем-то, гарантирует определенной степени его успех, потому что если Россия останется в стороне, то она будет предпринимать действия, препятствующие этому процессу. Ну и в этом контексте можно понять все три стороны. Можно понять интерес Натаньяо, которому это так или иначе является вспомогательным фактором, его политических интересов. Естественно, у Москвы есть свои интересы в этом контексте, потому что она продвигает свои позиции по отношению к Соединенным Штатам в основном. И, естественно, у американцев тоже есть какие-то интересы участвовать в том или ином комплексе этих вопросов, так что все три стороны могут быть влюблены. Если все это действительно правда, потому что не обязательно. Это дипломатия, тут все как бы очень тонко и все как бы не терпит резких, так сказать, суждений. Ну, у нас, как говорится, других объяснений пока нет. Но если суммировать, то вернемся к самому началу, что было сказано. Просто так не едут в гости, несмотря на хорошее отношение, на добрососедские, там, не знаю, взаимопонимание, согласие. Тут какой-то интерес имеется у всех и, вероятно, всего… Путин быстро согласился, то есть это же встречи, которые не планировались, там… По-моему, не только согласился, а запросил, если так-то происходит. И, вероятнее всего, это увязывается именно в том контексте, который я представил, но, может быть, я ошибаюсь, поэтому заранее извиняюсь, если это не так. Дорогие друзья, программа с большой буквы в студии был Цвимаген, чрезвычайный полномочный посол Государства Израиля в России и Украине, старший научный сотрудник Института национальной безопасности. Переходим к следующей теме.